В этом видео покажу вам как собирать и главное как готовить очень важный и очень полезный гриб, который обладает антибактерицидными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Этот гриб называется головач, относится к семейству шампиньоновых. Сразу скажу, что дождевики и головачи это родственные виды, но это все-таки разные грибы и головачи крупнее, чем дождевики и поверхность у них такая гладкая белая. У дождевиков она не такая гладкая и может быть бежевой. Вот в этом ролике покажу вам какие грибы по зрелости можно собирать, а какие уже считаются старыми и перезрелыми и брать их категорически нельзя. Вот смотрите, это корешок головача, видите, я собираю гриб, выворачиваю его вместе с корешком, он у меня хранится 2-3 дня, если необходимо, он ведь еще один растет, хранится 2-3 дня. А когда я буду разделывать гриб, я покажу вам дальше, я корешок отрезаю ножом и, как вы думаете, что делаю? Закапываю его в лесу или можно закопать у себя на превосходительном участке или на даче. И у вас будут расти вот такие прекрасные огромные грибы. Вот он, видите, какой просто шар такой белый, да, который... Вот если такой осенний лес, да, значит, головачи могут расти с мая по осень, но до первых заморозков. После первых заморозков грибы уже не плодоносят. Смотрите, вот это брать нельзя, вот, видите, я трогаю его, это вот, вот видите, но это понятно, да, что это очень старый гриб, вот желтый, старый, брать нельзя, оставляете в лесу. Берем только белый гриб, дальше вы увидите, покажу, какой он на разрезе, покажу, как его очищать, как его заготавливать и как его готовить. Это, конечно, восторг, вот собирать такие грибы, почему? Потому что они крупные, на срезе однородные. И это какая-то, знаете, такая вот охота, как на мамонтов. То есть я иду по лесу, и у меня полные руки вот этих вот головачей, и я потом их просто кладу в багажник машины. Они прекрасны тем, как я уже сказал, что они спокойно могут храниться в прохладном месте, ну, например, на балконе, если там у вас не солнечно, или в кладовке. Два-три дня свободно, свободно хранятся два-три дня, и оно можно готовить, конечно же, сразу. Итак, посмотрели, да, как они растут в природе, вот такие красавцы белые, увидели, да? Вот, вот, и сейчас мы с вами перейдем к готовке. И после того, как головачи собраны, да, какие-то вы можете, как я уже сказал, несколько дней хранить, а какие-то можете подарить друзьям, знакомым, но должны знать, что с ними делать. Так, и вот, смотрите, значит, сейчас вы видите головачи у меня на кухне. Вот они переместились к нам на кухне, вот они такие красавцы. Вы их видели в лесу, а сейчас они на столе. Что нужно сделать дальше, если мы их готовим сегодня? Их нужно очистить. Очищаются они вот таким образом, видите? Довольно, довольно несложно. Ну, я сначала их обмываю тихонечко, потому что пленка будет сниматься. Обмываю для того, чтобы просто не исплачкать руки в земле. Как я уже сказал, видите, на столе лежит головач, у него срезан уже корешок, да, срезаются корешки. И с того места, с которого срезан корешок, начинается очистка. Вот эта шкурка, она такая, знаете, как будто искусственная, она как будто резиновая. Удивительно совершенно. Снимается, вот если она снимается хорошо, то значит гриб у вас хороший, не переспелый. С переспелых грибов будет сниматься хуже. И вот сейчас вы видите, что вот даже дочки с удовольствием очищают головача. Это вот работа, которая им очень нравится. Потому что сейчас вот посмотрите, как снимается шкурка, видите? Вот она снялась. И как резина, вот я сейчас беру рукой и показываю вам. Фантастика. Вот такое ощущение, что маски можно резиновые сделать потом из этой шкурки. Какая мякоть, видите, да, смотрите. Мякоть однородная, белая, вот такая упругая, видите? Пальчиками мнём, она обратно отдаёт. И если на мякоти вы видите что-то жёлтое, то скорее всего гриб уже старый. И если это жёлтое, так локально можно вырезать. Если это жёлтое уже пронизывает гриб, то этот гриб употреблять в пищу нельзя. В нём уже есть грибные токсины, которые могут быть для здоровья не полезны, но и невкусны. Такой гриб и в жарке будет уже не нежный, а вот такой резиновый и прорезиненный. Вы сразу это почувствуете, когда отведаете. Вот видите, большой кусок головача, с него снимается шкурка, однородное всё. И следующий этап это нарезание. Значит, смотрите, в этом видео я вам покажу первый рецепт. Он покажется вам очень простым, гораздо проще того, что вы найдёте в интернет. Но есть ещё проще и ещё вкуснее. Я оставлю его на второе видео, чтобы не перетягивать и не загромождать. Итак, очищенный головач режем ножом и получаются вот такие кубики. Дальше сковородка, жарим лук. И вот в этот жареный лук мы сыпем головача. Можно порциями, перемешивая. Смотрите, если у вас очень много головача, то вот этот вот нарезанный головач, который у вас не помещается в порцию или в сковородку, можно насыпать в пакетики и заморозить прямо в морозильнике. А можно заморозить, если у вас, ну, есть там силы и время на жарку. Жареный потом остудить и тоже заморозить его вместе с луком. Вот мы... В чём преимущество? Когда вы замораживаете уже жареный вместе с луком, он просто потом в морозилке займёт меньше места, чем если замораживать вот такой порезанный на кубике головач. Но ещё раз повторю. Сделаю ещё одно видео с очень интересным рецептом, с очень вкусным и ещё более простым. Да-да, вот не поверите, более простым. Значит, смотрите, мы головач не отвариваем. В интернете его советуют отваривать. Мы жарим его вот так с луком, как я вам показываю. И что же у нас получается? Видите, порционно... Да даже не порционно, а вот добавляем и прожариваем. И получается вот такое жаркое. А? Буду рад лайку на это видео. Делитесь с хорошими людьми. Субтитры сделал DimaTorzok